Данила Ибетов осенью ушел на спецоперацию в составе добровольческого соединения. Весной он вернулся с тяжелыми травмами, получил инвалидность. Вскоре его наградили несколькими медалями, а двое его сослуживцев погибли в бою. Этим летом память Михаила Бусева и Николая Поспехова увековечили в мемориальной доске. У Бусева и Михаила осталась мать и трое братьев младших, а у Поспеха и Николая осталась только одна сестра и дочка. Данила дружил с Михаилом и Николаем с детства. Он и предложил местным властям организовать мемориальный стенд. В его планах создание новой общественной структуры для помощи инвалидам и участникам СВО. Да, мы общаемся с ребятами, поддерживаем связь. Конечно, увы, не все поддерживают. Приходится кого-то искать. Уже около 34 человек у нас есть. Вообще у нас 120 человек, 64 из них ранены. Кто-то тяжело, кто-то легкое ранение получил. Ну, всем сразу тяжело собраться. Регион большой просто. С начала спецоперации руководитель поселения поддерживает инициативы жителей Силикатного. Потому что и сейчас у нас находятся наши земляки в зоне специальной военной операции. Мы им всячески помогаем, поддерживаем организованное волонтерское движение. Местное население помогает фронту. Люди регулярно отправляют на передовую маскировочные сети и блиндажные свечи. И офицеры морского братства участвуют в гуманитарных миссиях. Присоединился поселок Силикатный, образовательные учреждения, школьники начали писать письма. После этого обмундирование, зимнее обмундирование, необходимое, сезонное, сапоги и тому подобное. После этого начались средства для беспилотников собирать. И мы будем продолжать собирать гуманитарную помощь до тех пор, пока мы не победим. Открытие мемориального стенда провели ярко с концертной программой. Творческие коллективы выступили с танцевальными и вокальными номерами. Но непременно после гимна Российской Федерации и минуты молчания. Виктория Черкова, Управда ТВ.